Впервые усадьба Большие Веземы упоминается в источниках в середине 16 века. Когда именно она отошла Борису Годунову, неизвестно. При нем в селе был боярский дом, многочисленные службы и фруктовые сады. Но главное украшение Везем, конечно, спаса Преображенский храм. В конце 17 века Петр I пожаловал усадьбу в Веземах своему воспитателю и ближайшему советнику, князю Борису Алексеевичу Голицыну. 1 мая 1784 года его правнуком был выстроен усадебный дом. Усадьбу Большие Веземы называют домом пиковой дамы. Но не только это связывает ее с именем Александра Сергеевича Пушкина. Именно здесь, на одном из приемов, которые устраивал князь Голицын, великий русский поэт, познакомился с будущей супругой Натальей Гончаровой. Пиковая дама – это Наталья Петровна, супруга Владимира Борисовича Голицына и четвероюродная сестра Марии Ганнибал, бабушки Александра Пушкина. И если няня Арина Родионовна рассказывала будущему гению народные сказки, то именно Мария Алексеевна стала его первым учителем русского языка и истории. Первым его учителем, конечно, была бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, о которой мало кто говорит, забывают о ней, все вспоминают няню. А вот бабушка, которая настоящая, она даже свою фамилию помещица Ганнибал переименовала на помещица Ганнибалова, на русский лад. Маленький Саша провел детские годы в Захарово и на правах дальнего родственника нередко приезжал в усадьбу к Голицыным. Сохранился журнал выдачи книг из библиотеки князя Бориса Владимировича Голицына, где числятся имя Василия Вовича Пушкина. Это свидетельствует, что для маленького Александра Сергея Пушкина брали здесь книги. И он был очень дружен с самим князем Борисом Владимировичем Голицыным, будущим героем войны 1812 года, который погибнет от ран, полученных во время Бородинского сражения. Несмотря на большую разницу в возрасте, князь Борис видел уже в этом мальчугане, наверное, может быть, даже будущего гения. Дух усадьбы в Веземах, когда-то принадлежавший Борису Годунову, вдохновил Александра Пушкина на создание знаменитой трагедии. А теперь тысячи поклонников творчества великого русского поэта и писателя ежегодно приезжают сюда, чтобы пройтись по тенистым аллеям, по которым когда-то гулял классик. 220-летие Александра Пушкина в Веземах отметили театральным карнавалом. Но не только актеры прогуливались в праздничный день по аллеям усадьбы. Прямо на входе можно было увидеть, как создаются картины. Пленэр «Я рисую подмосковье» собрал несколько десятков участников. Среди них Мария Карданова. Ученица Московской Центральной Художественной Школы признается – времени рисовать для себя совсем нет. А вот работать под открытым небом сложно, но интересно. Оно интересно тем, что, во-первых, это не стандартно, не натюрмортики какие-то, да, и освещение. Освещение на улице всегда особенное, если ты в помещении, но при этом свет от солнца. Это совсем другое. А здесь освещение постоянно меняется и тени более контрастные. Золотой петушок, царевна-лебедь и другие персонажи произведения Александра Сергеевича украсили одну из аллей. Это выставка работ участников международного конкурса «Пушкин глазами детей». Любой понравившийся рисунок можно было забрать домой. Здесь же прогуливался и сам именинник. От предложений сфотографироваться не отказывался. Ведь это любовь читателей, проверенная веками. И есть тот нерукотворный памятник. Дождичка бы сейчас немного. Много осенних листьев. А так все прекрасно. Люди приходят, люди радуются. Видимо, люди читают. А люди не только читают, но и учат наизусть. И даже декламируют. Кто-то для конкурса чтецов выбрал стихотворение, а кто-то предпочел формы побольше. Запомни же ныне ты слово мое, Воителю слава от рада. Победой прославлено имя твое. Твой щит на вратах цареграда. И волны, и суша покорный тебе. Завидует мне, друг, столь дивной судьбе. Илья Яуфман – отличник. Он закончил седьмой класс второй Голицынской школы. Ему одинаково сильно нравятся математика, история, русский язык и литература. Песня «Вещи Малеги» – одно из любимых произведений. Конкурс учтецов юноша выучил его всего за два часа. Вопрос, почему Пушкин – наше все, ему кажется легким. Он, можно сказать, обогнал свое время. То есть он писал такие стихи, которые, можно сказать, глядели в будущее. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. У Василия Ланового с именинником особые отношения. В течение многих лет он читает стихи Пушкина, играет в постановках по произведениям классика. Я его читаю многие годы. Я играл его в театре Вахтангова Александра Сергеевича, а царя играл Юрочка Яковлев. Я играл в Дон Жуана многие годы. И многие-многие актеры переиграли в пушкинских спектаклях. Это правильно. И великое счастье, что мы можем любоваться нашим всем, как называли Пушкина, круглую всю нашу жизнь. На театральном карнавале Василий Лановой, председатель жюри, ему с коллегами предстояло оценить работы более чем 20 коллективов из разных муниципалитетов Подмосковья. На выступление каждому отводилось не более 7 минут. Челковский театр привык отмечать день рождения Пушкина в родных стенах. В этом году традиции решили изменить. На суд жюри и зрителей представили графа Нулина. Гра, прошу ответить. Прислали нам издалека. Мне очень понравилась, ну вообще сама идея. Он даже Пушкин называл, это анекдот. Это анекдот вот такой в стихотворной форме, буквально на две страницы. Я подумала, что было бы интересно сделать в такой форме. Когда дворовая молодежь, после того, как солнышко село уже в деревне, они начинают в это играть. И они разыгрывают. Одна играет в свою барыню, другая этого графа Нулина. Они знают эту историю. И они ее изображают с удовольствием. Такой театр в усадьбе. Но силами молодежи, которые вот дворовые. Какие у них еще развлечения? Только такие. А чтобы дворовой молодежи скучно не было, позвали черта того самого из сказки о попе и его работнике Балде. Навести шум в графе Нулине. Надо было дворовых растормошить. Они сидят, скучают. И надо было их. Давайте пошутим. Екатерина Кузина в графе Нулине дворовая девушка, которая неожиданно стала барыней. Раньше ей приходилось играть и Муху, и Екатерину Вторую. Мне очень нравится роль таксы в спектакле по пьесе Вере Копыловой собаки. Ну и, конечно, Екатерина Вторая. Любой женщине приятно сыграть. Я думаю, такую важную роль, историческую роль, это очень интересно. Это большая работа. Я много вложила в нее сил. Я много читала, изучала, ездила, смотрела. Поэтому она обогатила не только репертуарный лист, но и внутренний меня в том числе. Работу Щелковского театра строгие судьи оценили по достоинству. За графа Нулин он был удостоен специального приза Василия Ланового. Конечно, наслаждаясь постановками подмосковных коллективов, гости фестиваля вспоминали любимые произведения Пушкина. Мне нравится поэмы о Руслане и Людмиле. Талисман еще есть. Также, ну, Евгения Онегина, естественно. Призведений много. Самое запоминающееся, видимо, со школьной скамьи, потому что это было связано с школьной романтикой. Это Евгения Онегина. И многие, конечно, строчки мы можем до сих пор оттуда цитировать. Ты все горишь! Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Лучшая женская роль, самая пушкинская постановка и самое музыкальное представление. С призами от членов жюри ушли многие театры. Но и тем, чьи работы не были отмечены. Расстраиваться не стоит, фестиваль будет постоянным. А значит, уже через год они снова смогут побороться за победу. Пушкинский фестиваль в музее «Заповедники Большие веземы» должен быть всегда. В следующем году будет 221 год. Но мы 6 июня обязательно соберемся. И обязательно и театром, и музыкальной программой отметим эту дату. Потому что Пушкин, я вам скажу, это действительно наше все. Кто бы что по этому поводу не думал. Лето красное. Великий русский поэт, как известно, любил не очень. А вот почитателей его творчества не остановила даже 30-ти градусная жара. Так сильно они хотели еще раз насладиться любимыми произведениями именинника. Там русский дух, там Русью в огне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова